МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ЗВОНОК В ДВЕРЬ Здравствуйте! В эфире телеканал СБС и радио СБС-ФМ Вечерний выпуск новостей в студии Лидия Молодцова. Вначале коротко о главном. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вооруженные силы Армении подвергли обстрелу позиции азербайджанской армии в направлении Садаракского района Нахчеванской автономной республики. Были приняты ответные меры в указанном направлении. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Украина должна вывести войска из Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей. Если Киев и Запад откажутся от нового мирного предложения, далее условия будут другими. Владимир Путин делает ультимативное предложение взамен на полное прекращение боевых действий. В Киеве от предложения отказались. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Строительство атомной электростанции АКУЮ в Турции обойдется в 24-25 миллиардов долларов, подсчитали в Росатоме. Работы идут по графику, несмотря на специфику проекта. В провинции Мерсин возводится сразу 4 энергоблока. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Президент Ильхам Алиев поздравил азербайджанский народ по случаю Курбан-Байрамы. Глава государства особо отметил, что этот праздник является олицетворением духовной солидарности мусульман всего мира. Ильхам Алиев подчеркнул, что ислам является важным этапом формирования мировоззрения и национально-культурного развития азербайджанского народа. По словам главы государства, неоспорима роль исламских ценностей в формировании образцовой среды, в существовании и сохранении этнокультурного разнообразия в Азербайджане, где дружной семьей живут представители разных народов и религий. Сегодня днем подразделения вооруженных сил Армении с позиции расположенных в направлении района Биюк-Веди вновь обстреляли из стрелкового оружия позиции азербайджанской армии. Обстрел велся в направлении Садаракского района Нахчеванской автономной республики. Об этом сообщили в Министерстве обороны Азербайджана. Подразделениями азербайджанской армии были приняты ответные меры. Между тем, в Армении продолжаются массовые задержания. Следственный комитет страны устанавливает личности участников беспорядков, устроенных перед зданием парламента в Ереване. Соратники премьер-министра Никола Пашиняна оправдали применение силы в отношении митингующих, а в оппозиции пригрозили действующей власти новыми протестами. Почти 100 человек были задержаны в ходе протестов в Армении. Следственный комитет страны возбудил уголовное дело по факту организации массовых беспорядков у здания парламента в центре армянской столицы. Отмечается, что полиция применила спецсредства против протестующих только после нескольких предупреждений. Применение грубой силы в отношении митингующих оправдали правящей партией Армении гражданский договор. Депутат Андроник Кочарян считает, что при разгоне акции удалось избежать жертв, поскольку силовики действовали правильно. Вместе с тем парламентарий обвинил лидера протестного движения скандального архиепископа Паграта Голостоняна в провокации. Полиция применила лишь малую часть специальных средств из своего арсенала и по возможности оттягивала этот момент. Было нападение на полицейские силы, а ночью митингующие двинулись к правительству вслед за Пашиняном. Скажем, Пашинян был там. Что бы они сделали? Взломали бы двери правительства и вошли внутрь? Каким бы был логический исход этих действий? Если бы граждане были проинформированы о настоящих планах Голостоняна, то 90% из них не пришли бы. По словам Андроника Кочаряна, священнослужитель прекрасно понимал, что в арсенале полиции есть специальные средства, применение которых может быть опасным для граждан. А на вопрос о десятках пострадавших в ходе акции депутат заявил, что жертв же нет. Тем временем в армянской оппозиции считают, что премьер Армении Никол Пашинян несет прямую ответственность за полицейское насилие у здания парламента. В свою очередь противники действующей власти утверждают о применении пыток сотрудниками правоохранительных органов по отношению к задержанным. Применение спецсредств было не только противоправным, но и несоразмерным. Это было сделано по прямой указке властей. Никол Пашинян напрямую несет ответственность за полицейское насилие. С трибуны парламента Армении он дал прямое указание, поощрил тех полицейских, которые применяют насилие, заявил о том, что их ждет награда в будущем. Уголовно-правовые оценки подобных действий в будущем неизбежны. Между тем, в Министерстве здравоохранения Армении заявили об отсутствии причин для паники. Глава ведомства Анаита Ванисян считает, что при разгоне акции полиция действовала соразмерно и правомерно. А о судьбе пострадавших, по ее словам, не стоит беспокоиться. «Полиция выполнила свой долг по защите общественного порядка в стране. В любом случае пациентов с разбитой головой нет. Все травмы легкие. И да, когда протестующие нарушают общественный порядок, полиция применяет силу. Не стоит об этом забывать». А Ванисян добавила, что на данный момент восемь человек находятся в больницах. Их выпишут в течение одного-двух дней. По ее словам, состояние пациента, которому ампутировали несколько пальцев, удовлетворительное. Сама министр еще не навещала его, но не исключает этого. Напомним, массовые беспорядки перед парламентом Армении 12 июня устроил новоиспеченный лидер армянской оппозиции горе-священник Баграт Галстанян. Он требует отставки властей и прекращения процесса делимитации армяно-азербайджанской границы. В ходе столкновений полиция применила светошумовые гранаты. В общей сложности, по подтвержденным данным, пострадали 101 человек, в том числе 18 полицейских. Эллада Мамедова, Шимистан Мамедов, CBC. Тема продолжим с нашим гостем. К нам подключается Сахиль Искандеров, политолог. Сахиль Мелем, здравствуйте, добрый вечер. Добрый вечер. Сахиль Мелем, за последние дни позиции азербайджанской армии несколько раз подвергались обстрелу, а буквально несколько часов назад появилась новая информация Министерства обороны Азербайджана об обстреле позиций армии Азербайджана. Либо Пашинян неискренен в своих мирных заявлениях, либо же он потерял контроль над армянской армией. Как вы думаете? Откровенно говоря, понимаете, имеют место оба момента, оба фрагмента, которые вы как раз сотрудничаете. Да. С одной стороны, мы понимаем, что среди армянских генералитетов, скажем так, военного стеблишмента, есть очень сильные храндерские храндерские настроения против нынешних властей армии. И причем мы знаем, что такое отношение сложилось на торт сегодня практически с самого начала прихода Пашиняна к власти в армии. Это раз. А после поражения по второй Карабахской войне это храндерство, в принципе, их больше усилилось. И с другой стороны, мы знаем, что определенные внешние силы в той или иной степени, которые непосредственно недовольны политикой армянской власти, и они тоже из-под тишка подбрасывают, скажем, свои дробишки в этот костер. Это один момент. А второй момент, то, что, да, в принципе, это еще раз докажет, Пашинян, каким бы не хотел бы там показаться миротворцем в этом плане, да, вот этот сторонник обменных соглашений с Азербайджаном, именно с обстоятельствами всех государств, с определенными государствами, все-таки временами он мог приводить именно пистолетико-армянская традиция, и нашим, и вашим, в принципе, там, какими-то там своими необъяснимыми заявлениями и повадками, как бы там всех ввести, как бы, замешательства и практически, как бы, играть на нескольких площадках, или, образно говоря, засидеться на двух или на трех креслах. Это иус, поэтому я и думаю, что оба момента, которые затронены, они имеют место быть. И, с другой стороны, давайте не будем, просто, с отсчетов то, что мы в последнее время видим, что творится в Армении, имеется в виду, хотя там не очень такой, там, тревожно для армянских властей, вернее, там, непоминаю оппозиции, это практически каждый день митинги во главе с Багратом Галстаняном, но я думаю, что в этом плане армянские власти и идут, вот, на эти, там, обострения, там, на границе с Азербайджаном, имеется в виду, естественно, нахчеванское направление, тем самым, чтобы отвлечь внимание от внутренней дестабилизации в самой Армении. Имеется в виду, что вот сегодняшняя повестка, там, будет политическая повестка, она, естественно, очень неприятна для армянских властей, и поэтому, чтобы они отвлечь внимание от этих событий, политических событий, они, как всегда, традиционно начинают, как бы, там обострять, ну, не так уж обострять, но, образно говоря, обострять, там, ситуация на границе с Азербайджаном, тем самым отвлечь внимание от самых насущных проблем в самой Армении. Потому, поскольку, да, многие эксперты, в том числе и ваш покорный слуга, думают, что, в принципе, там, нынешние оппозиции, протестные акции оппозиции, они не опасны, так сказать, не критично опасны для властей Армении, тем не менее, естественно, очень это неприятно для любой власти во всех странах, в любой стране, тем более в Армении. Вот поэтому, я думаю, что, поэтому имеется в виду определенно обостренно армяно-азербайджанские границы в последние. Сахильмель, ну, действительно, в Армении сейчас наблюдается серьезный политический кризис, но и в то же время мы наблюдаем накал страстей между Ереваном и Минском. Армянский премьер разразился критикой в адрес ОДКБ, он связал вопрос дальнейшего членства Еревана в военном блоке, как ни странно, с извинениями от президента Беларуси Александра Лукашенко. Может ли в будущем Пашинян использовать это как предлог для выхода из военного блока? Понимаете, вот вы сами практически ответили на этот вопрос. Есть предлог, а есть причина. Есть предлог, повод, предлог и причина. Поскольку, понимаете, да, внешний куратор, заокеанский куратор, европейский куратор Пашиняна уже все больше и больше требует от него уже конкретных шагов по отношению, в отношениях насчет России, да, вот на что тоже ОДКБ. Естественно, он вынужден в той или иной мере, допустим, приводя какие-то примеры, якобы недружелюбное отношение к Армении со стороны отдельных стран, сегодня же в частности со стороны Беларуси к Армении. Естественно, вот под этими предлогами, под этим соусом он уже как бы обостряет риторику свою, там ужесточает риторику по отношению, по отношению ОДКБ. Я вас уверяю, в принципе, там, как будто, якобы, там, выбирая объектом критики Беларуси, там, лично, господина Лукашенко, практически это, если бы будет в адрес Москвы. Почему? Поскольку, допустим, ну, что это означает? Беларусь и Россия – это союзные государства. Представляете, да, вот там, практически, там, беря, там, как бы, объектом своей критики Лукашенко и Беларуси, практически Пашинян уже выступает, совершает вывод против Москвы. Ну, то, что означает вывод против Беларуси, самого близкого союза государства, который составляет союзное государство с Россией. Вот в этом плане, что, практически, там, на счет Москвы же, против Москвы же, и Армении, и, в частности, спрашивали, не такие смельчаки, чтобы там, в принципе, в открытой там уже выступить против Путина, потому что он понимает, что взамен, в ответ на это, очень может получить и очень жесткий отпор со стороны и Путина лично, и даже, я бы сказал, не отпор, а очередной там, очередной вызов на ковер в Кремле. И весь вопрос в том, что поэтому, я думаю, что практически он уже Пашинян старается не в лобовую атаковать Россию, там, ОДКБ, а как бы опосредственно через Беларуси. Ну, я думаю, что в этом плане он просчитался. Почему? Потому что, понимаете, господин Лукашенко, как говорят, не первый год замуж, извините, да, вот за такое там выражение, метафору, да, в принципе, как говорится. И, с другой стороны, не на того он напал. И я думаю, что практически в конечном итоге ему самому придется в той или иной мере, ну, каким-то образом, может быть, завуалированной формой, попросить прошение у господина Лукашенко. Почему? Потому что мы очень прекрасно все помним. У всех на память хорошо. Несколько раз, как Александр Лукашенко, президент Беларуси, как школьник, как ребенка там, мальчика отчитал при всех и при людях публично Пашиняна за его промашкой во внешней политике и даже по отношению к Азербайджану, своим соседям и своим союзникам по ОДКБ и по Евразийскому экономическому союзу. И весь вопрос в этом плане, я думаю, что мы все это хорошо помним. В конечном итоге, вот сейчас сегодня как бы осмелился Пашиняна, я вас уверяю, это не просто смелость, это просто уже боязнь и практически там боязнь перед своими там заокеанскими там хозяевами, которые его уже пригнули к ногтю. Вот о чем идет речь. Вот поэтому он должен вынужден уже сделать вот такие заявления. Но опять же, да, у него кишкотанка сделала заявление, такие выборы против Путина, вот скажем. Но мне кажется, и на что Лукашенко он глубоко заблуждается. И я думаю, что очень скоро, да, даже по реакции там Беларуси, да, вот официально там Минск, там мы что увидим? Даже господин Лукашенко даже, откровенно говоря, даже не с чем нужен там даже ответить на его опыт. Практически это говорит о том, что он его, не только его заявление, он его как политическую фигуру вообще ни во что не ставит. Вот о чем идет речь. Да, мы если бы увидели бы там, скажем, да, вот как бы резкое заявление со стороны Лукашенко, резкую реакцию со стороны Лукашенко на его такую абсурдную там заявление там Пашиняна, да, мы тогда бы могли бы подумать, да, вот действительно вот за дело. А вот поскольку, поскольку Лукашенко даже не шел в нужном ответственности на этот выплат, да, ну естественно, Беларусь там этот, в лице главнист Беларуси там уже высказал свое отношение официально Минска, ну видите, сам господин Презвен, по отношению которой конкретно, лично там это, заявления были лично по отношению Лукашенко со стороны Пашиняна, он вообще не шел в нужном ответственности на этот вопрос, или безгрузились за выражение. В этом плане я думаю, что Пашинян совершил уже свою очередную политическую ошибку, я бы сказал, даже буквально, извините, ситуацию. Причиной стали резонансные высказывания армянского премьера Никола Пашиняна о белорусском лидере Александре Лукашенко. Полемика между официальными лицами Армении и Белоруссии набирает обороты. Ереван направил Минску ноту протеста в связи с заявлениями пресс-секретаря белорусского внешнеполитического ведомства Анатолия Глаза. Он накануне пожелал армянскому народу руководителей, которые, как он выразился, действительно будут думать о будущем стране. Именно так в МИД Белоруссии прокомментировали недавнее решение премьера Армении Пашиняна не посещать Беларусь, пока пост главы государства занимает Александр Лукашенко. Комментарий Глаза вызвал особое раздражение его армянских коллег. Пресс-секретарь МИДа Армении Ани Бадалян, в свою очередь, заявила, что при высказывании пожелания иметь лидера, думающего о будущем страны, у самого желающего должен быть таковой. Цитата, в случае с Белоруссией это поистине роскошь. Ранее стороны отозвали своих послов для консультации. Минские подчеркнули, что не собираются ухудшать отношения с Арменией, сколько бы армянское руководство к этому не подталкивали внешние игроки. Все видим, насколько сложная внутриполитическая ситуация складывается сегодня в Армении. Как стремительно обостряется противостояние внутри страны. И у разных людей, конечно, разная резистентность к серьезным эмоциональным нагрузкам. Это мы можем понять. Но мы не понимаем, при чем здесь Беларусь. Если кто-то решил отвлечь внимание внутренних проблем образом внешнего врага, то это весьма недальновидная политика. Со смехотворной критикой в адрес президента Беларуси Лукашенко армянский премьер Пашинян разразился, выступая в парламенте страны. Он связал вопрос дальнейшего членства Еревана в УТКБ, как ни странно, с извинениями от белорусского лидера. По словам Пашиняна, Лукашенко должен извиниться перед армянским народом за заявление, сделанное в ходе визита в Азербайджан. Напомню, что в Баку, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым, Александр Лукашенко назвал Вторую Карабахскую войну освободительной и заявил, что прогнозировал победу Азербайджана. Он также посетил освобожденные территории страны, в частности город Шуша, где выразил готовность Беларуси принять участие в возрождении Карабаха. Неуместными претензии Пашиняна к УТКБ и Минску назвали и в Москве. Официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, никто военной организации не держит силы других участников. Она связала высказывания официальных лиц Армении с вопросом реализации предвыборных обещаний. Такого же мнения придерживаются в армянской оппозиции. Там бьют тревогу. Ереван разрывает связи с УТКБ, не имея других гарантий безопасности. В системе безопасности есть проблемы, но значительная часть из них обусловлена идиотизмом армянских управленцев. Например, решением задержать Генсека ОДКБ. Попробуй какая-либо из стран НАТО задержать Столтенберга. Что было бы потом? Проблемы были и есть, но их нужно решать, а не разрывать эти связи безо всяких гарантий, оставляя Армению в полном одиночестве. Потому что если расчет сделан на другую военно-политическую архитектуру или союз, то хочу напомнить, что ближайший к Армении военный контингент – это НАТО в Турции. Накануне премьер Армении Никол Пашинян объявил о планах республики выйти из УТКБ и назвал военный блок «союзом-пузырем». Ранее он неоднократно намекал на причастность России к протестам в Ереване. В Москве митинги, организованные горе-священником Багратом Галстаняном, предпочитает не комментировать, ссылаясь на то, что это является внутренним делом страны. При этом официальный представитель МИД России Мария Захарова обратила внимание на реакцию американских посольств на протесты в Ереване и Тбилиси и отметила их различия. В одном случае, по ее словам, Вашингтон заявляет, что митинги нужно проводить ответственно и не осуждает власти за их подавление, а в другом, наоборот, активно поддерживает беспорядки. Эгоизм и высокомерие западных государств провели мир к нынешнему крайне опасному состоянию дел, заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с руководством Министерства иностранных дел страны. Российский лидер подчеркнул, что вера западных коллег в собственную безопасность, в собственную безнаказанность в конечном итоге может обернуться трагедией для всех. Мир приблизился к точке невозврата, и вина за это целиком и полностью лежит на плечах Запада. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с руководством МИД. По его словам, именно безрассудная политика западных соседей ведет к эскалации конфликта с Киевом. И это подтверждают начавшиеся дискуссии между странами НАТО о возможности нанесения Украины ударов по территориям России оружием стран Альянса. В конечном счете, эгоизм и высокомерие западных государств привели к нынешнему крайне опасному состоянию дел. Мы подошли недопустимо близко к точке невозврата. Призывы нанести стратегическое поражение России, обладающей крупнейшим арсеналом ядерного оружия, демонстрируют запредельный авантюризм западных политиков. Они либо не понимают масштабы угрозы, которые сами порождают, либо попросту одержимы верой в собственную безнаказанность и в собственную исключительность. Путин подтвердил, что отношения между Европой и Россией значительно ухудшились. Однако он заявил, что главная угроза исходит не от России, а от США. По его мнению, Соединенные Штаты продвигают свою идеологию и провоцируют наращивание поставок вооружений в Украину, что и приводит к обострению конфликта. Тем не менее, Россия готова сделать новое мирное предложение Киеву, которое предполагает не только заморозку конфликта, а его полное решение. Владимир Путин отметил, что в условия договора входят приобретение Украины внеблокового и нейтрального статуса, а также признание некоторых областей территориями России. Сегодня мы делаем еще одно конкретное, реальное мирное предложение. Если в Киеве и в западных столицах от него, как и прежде, также откажутся, то в конце концов это их дело. Подчеркну главное. Суть нашего предложения не в каком-то временном перемирии или при остановке огня. Повторю, наша принципиальная позиция следующая. Нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, её демилитаризация и денсификация. Безусловно, должны быть в полной мере обеспечены права, свободы и интересы русскоязычных граждан на Украине. Признаны новые территориальные реалии. Статус Крыма, Севастополя, Донецкой, Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей как субъектов Российской Федерации. В дальнейшем все эти базовые принципиальные положения должны быть зафиксированы в виде фундаментальных международных договоренностей. Российский лидер также поручил Министерству иностранных дел максимально содействовать международным договоренностям по формированию новой системы безопасности, отметив, что большое евразийское партнерство может стать ее социально-экономическим базисом. Василий Попов, Гельнур Самедова, CBC. При этом в Киеве отказались от нового мирного предложения России. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк выступил с утверждением, что новая инициатива президента Владимира Путина не содержит реального мирного предложения. МИД Украины подтвердили, что Киев не рассматривает предложение России в качестве мирной инициативы, а видит в нем попытки помешать проведению конференции, которая состоится в Швейцарии уже завтра. 23 самых необычных депутата из семи стран ЕС получили кресло в Европарламенте. В своих странах они прославились за неординарные поступки, намерения и многое другое. О странностях в жизни новых европейских депутатов расскажет моя коллега Элада Мамедова. Из Ютуба в кресло депутата. 25-летний греческий видеоблогер Фидиас Панайоту баллотировался в парламент и занял третье место на Кипре. Он прославился благодаря вирусным роликам под названием «Я заставил Илона Маска обнять меня» и «Я жил в аэропорту семь дней бесплатно». Видео набрали миллион и пять миллионов просмотров соответственно. Еще один новый европарламентарий – фракийский мясник Галату Александраки – 76-летняя пенсионерка, которая владеет мясной лавкой на севере Греции. В сети нет ни одной ее фотографии, однако она настолько популярна на местном уровне, что даже не проводила предвыборную кампанию и не давала интервью. Несмотря на это, Александраки получила место от националистической партии «Греческое решение». 65-летний литовец Пятрас Гражулис на родине получил звание самого яркого политика. Он был избран от созыва народа и справедливости Литвы. Гражулису запретили баллотироваться на пост президента Литвы на 10 лет за то, что он голосовал на выборах в местный парламент от имени другого депутата. Кроме того, Гражулису грозит судебное преследование за гомофобные высказывания. Афродите Латинопулу исключили из греческой партии «Новая демократия» после того, как она опозорила телеведущего. Греческий политик выступает за пожизненное освобождение от налогов для женщин, имеющих четырех и более детей, против абортов и иммиграций, а также хочет запретить людям с нетрадиционной ориентацией работать в системе образования. Испанец Луис Перес, более известный как Альвисе, заявляет о намерении разрушить систему и создать ее с нуля. Перес получил три места в парламенте. У него сотни тысяч подписчиков в Инстаграм, Фейсбуке, Ютубе и других платформах. Бывший либерал-демократ известен преследованием иммигрантов и журналистов, выступает против аборта и тем, что хочет построить самую крупную тюрьму в Европе. Чех Филипп Турек – бывший автогонщик и коллекционер машин. В своей предвыборной кампании он выделял лишь одну цель – отменить запрет на использование автомобиля с двигателями внутреннего сгорания. Он также активно выступал против перехода на зеленый курс. Его отстранили от предвыборных дебатов, когда полиция начала расследование по поводу изображения, на котором он отдавал нацистское приветствие. Эллада Мамедова, Сибиси. Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган приглашен на саммит «Большой семерки» в Италии в качестве специального гостя. Сообщается, что турецкий лидер поднимет палестинский вопрос, события в Украине и ряд других глобальных тем. Впервые за 15 лет президент Турции Реджеп Таип Эрдоган примет участие в саммите G7. Турецкий лидер приглашен на встречу «Большой семерки» в качестве специального гостя. По сообщению государственного телевидения Турции, Эрдоган планирует обратить внимание лидеров G7 на бездействие международного сообщества на происходящее в Газе события. Он также расскажет об усилиях Турции по установлению устойчивого перемирия и оказанию гуманитарной помощи палестинцам. Также Эрдоган проведет ряд двусторонних встреч после сессии и саммита, примет участие в культурных мероприятиях и неформальном ужине лидеров «Большой семерки». Турция рассматривает участие в формате G7 как возможность поднять палестинский вопрос на ещё более высокий уровень. Кроме того, важно, чтобы мнение Анкары учитывалось во многих вопросах. Считаю, что одним из основных посылов турецкого лидера станет призыв учитывать мнение стран Центральной Азии, Ближнего Востока и Балканского полуострова в принятии глобальных решений. В таком случае платформа G7 станет более демократичной. «В последние годы Турция серьёзно отдалилась от Запада. Несмотря на то, что приняла западные ресурсы, западную демократию, западные системы, мы стали свидетелями того, что в последние годы у Турции были проблемы со странами Запада. Государства-члены «Большой семерки», которые формируют мировую экономику в последние годы, начали приглашать на свои саммиты страны, которые уже оказывают или будут оказывать серьёзное влияние на миростроительство». Помимо Палестино-Израильского конфликта в повестке и саммита – последствия российско-украинской войны для мировой экономики и продовольственной безопасности, вопросы энергетического сотрудничества и устойчивого развития. По мнению экспертов, приглашение Анкары на саммит «Большой семерки» говорит о том, что мир рассматривает Турцию как одну из самых сильных стран мира. Лидер французской ультраправой партии и национальное объединение Журдан Барделя пообещал принять антимиграционные законы в случае, если его изберут на пост премьер-министра. По его словам, эти меры будут касаться иностранных граждан, которые не соблюдают законы Франции и становятся причиной социального переполоха. Барделя подчеркнул, что его первым шагом на новом посту будет отмена права юссали, права земли, согласно которому ребенок родителей иностранцев автоматически становится гражданином страны, если он родился на ее территории. Партия национальное объединение одержала победу на выборах в Европарламент, опередив правящую партию Ренессанс именно за счет своего крайне правого наклона, а также стремление принять жесткие меры для решения миграционного кризиса, охватившего всю Европу. Сегодня во Франции проживает значительное количество иностранных граждан, совершающих правонарушения и преступления. Я настаиваю на том, чтобы те иностранцы, которые нарушают законы нашей страны, были депортированы. Одним из первых законов, которые я предложу в парламенте, будет ужесточение минимальных наказаний с целью предотвращения рецидива и приостановки семейных пособий для родителей несовершеннолетних правонарушителей и рецидивистов. В отношении миграции моя первая мера будет заключаться в отмене положения о гражданстве по принципу ЮССОЛИ и усилении процедур депортации иностранных нарушителей и преступников. А теперь к новостям в экономике. Кыргызстан, Китай и Узбекистан подписали соглашение о строительстве совместной железной дороги. Данный путь, в частности, позволит увеличить объем грузоперевозок до 15 миллионов тонн. Подробнее об этом расскажет моя коллега Сылатын Мирзаева. Сылатын, добрый вечер. Добрый вечер, Лидия. Да, это еще один яркий пример развития экономического сотрудничества в Центральной Азии. При этом добавлю, что Кыргызстану совершенствуют систему таможенного управления с Азербайджаном. Соответствующий указ подписал сегодня азербайджанский лидер. Все подробности прямо сейчас. Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ об утверждении соглашения о сотрудничестве и взаимопомощи между Государственным таможенным комитетом Азербайджана и Государственной таможенной службой при Министерстве финансов Кыргызстана в целях совершенствования таможенного управления. Помимо этого, глава государства утвердил протокол о сотрудничестве в области обмена информацией по статистике взаимной торговли между таможенными ведомствами двух стран. Министерству иностранных дел Азербайджана поручено направить уведомление правительству Кыргызстана о завершении внутригосударственных процедур, необходимых для вступления протокола в силу. Между тем, Кыргызстан подписал с Китаем и Узбекистаном соглашение о строительстве совместной железной дороги. Магистраль начнется от города Кашгар на западе Китая, пересечет Кыргызстан и достигнет Узбекистана. Таким образом, дорога откроет путь на рынки Европы, Южной Азии и Ближнего Востока. При этом ежегодный объем грузоперевозок может достигать 15 миллионов тонн. Глава кыргызского кабмина Аклбек Жапаров заявил о начале строительства дороги уже в августе текущего года. Подробности расскажет корреспондент в Кыргызстане Екатерина Токамбаева. Проект общей железной дороги Китай, Узбекистан и Кыргызстан обсуждали более 25 лет. И вот долгожданное событие. В Пекине подписано соглашение о строительстве. Документ устанавливает основные принципы сотрудничества между тремя государствами. По случаю подписания соглашения главы трех стран подготовили в виде обращения. Так, президент Кыргызстана Садыр Джапаров заявил, что будущая железная дорога станет символом сотрудничества между тремя странами и принесет значительную пользу народом всех участников соглашения. Экономисты Кыргызстана в пользе ЖД Китая, Кыргызстан, Узбекистан не сомневаются. За счет нее страна получит современную железнодорожную транспортную систему, а также увеличит прибыль. Во-первых, от строительства логистических центров, во-вторых, от увеличения торговли за счет упрощения логистики. В-третьих, ожидается, что от транзитных перевозок бюджет Кыргызстана ежегодно может поступать до 200 миллионов долларов. Узбекская сторона, как и другие участники соглашения, уверены, что дорога станет кратчайшим маршрутом, соединяющим Китай и страны Центральной Азии. Срок доставки грузов сократится в среднем на 7-9 суток. Китай же от совместной железной дороги получит доступ к безопасным и быстрым перевозкам своих товаров в Европу через Центральную Азию. Сейчас мы же видим, что творится с Суэцким каналом, что творится с Хуситами, Урмутский пролив. Поэтому все это блокируется, и морские коммуникации очень нестабильны. Китай заинтересован в диверсикации транспортных артерий и будет поддерживать такие проекты, несмотря на то, что они могут быть в финансовом отношении очень затратны. Эксперты, в свою очередь, подписание соглашения восприняли как знак того, что участники проекта достигли консенсуса. Снято разногласия по ширине калии, по местонахождению станции перегрузки-разгрузки, по маршруту, как она будет проходить, железная дорога. И самое главное, сняты вопросы по долевому участию. Самый большой шаг к началу строительства, к маршруту и самое главное для крыльянцев, это создание дополнительных мест путем строительства станции-разгрузки. Это действительно вопросы сняты в пользу Кыргызской республики. Маршрут железной дороги пройдет через труднодоступную горную местность. Кашгар, Туругард, Макмал, Джалабад, Андижан. Его длина 486 километров. Сейчас обсуждаются различные варианты дальнейшей интеграции магистрали. Один из них предусматривает включение дороги в систему Казахстана или Туркменистана с последующим выходом на Азербайджан, а оттуда в Грузию и Европу. Все уже зависит дальше от логистики, от тех коридоров, которые будут выстроены уже бизнесом, кто будет непосредственно пользоваться этой дорогой. Стоит задача еще выход к портам Ирана. Планируется, что ежегодный объем грузоперевозок по железной дороге Китая, Кыргызстан, Узбекистан может достигать 15 миллионов тонн. Изначально планировалось, что строительство железной дороги Китая, Кыргызстан, Узбекистан должно начаться до конца текущего года. Однако совсем недавно, выступая в парламенте, председатель кабинета министров Кыргызской республики Ак-Убек Джапаров заявил, что старт будет дан уже в августе этого года. В церемонии открытия пройдется участие лидеров трех государств. Екатерина Токамбаева, Мухтар Улу, Умурбек. Специально для СБС из Кыргызстана. Строительство атомной электростанции Ак-Кую в турецкой провинции Мерсин обойдется в 24-25 миллиардов долларов. Такую цифру озвучил генеральный директор Госкорпорации Росатом Алексей Лихачев в ходе заседания Совета по науке России. Вопреки сложностям и особенностям проекта, строительство АЭС проходит по плану. С ходом работы ознакомилась делегация депутатов Государственной Думы России в ходе рабочего визита. АК-Кую это первый проект атомной электростанции в Турции. Он реализуется на основе межправительственного соглашения о сотрудничестве, подписанного Анкарой и Москвой 12 мая 2010 года. АЭС включает 4 энергоблока с реакторами российского дизайна ВВР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 мегаватт. После вывода на полную мощность электростанция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год. Это 10% потребности всей республики. Строительство началось в 2018 году. Инвестиции стран Большой Семерки в инфраструктуру стран с развивающейся экономикой изменят правила игры. Об этом заявил президент США Джо Байден на встрече лидеров G7 в рамках партнерства для глобальной инфраструктуры и инвестиций. Заседание состоялось накануне при участии представителей международных организаций. На открытии встречи премьер-министра Италии Джорджия Мелани выдвинула инициативы, которые Семерка согласилась поддержать. Это в том числе готовность вложить 110 миллионов долларов в коридор Лабиту. Он откроет пути транспортировки грузов через Анголу для ряда африканских стран. Слишком долго Африку неправильно понимали, эксплуатировали, смотрели вниз или сверху. Но вместо этого Африка является континентом, который может удивлять, если ему создать условия, чтобы воспользоваться тем, что в нем необычного. Вместе с африканскими странами мы должны создавать новые возможности развития, используя принцип равноправия, чтобы расти вместе. Мы хотим делать это не посредством лекций и документов, а с помощью фактов. Партнерство для глобальной инфраструктуры и инвестиций – инициатива G7 стоимости 600 миллиардов долларов. Она призвана финансировать жизненно необходимую инфраструктуру в развивающихся странах. Источником из средств по пятилетней программе выступают частные и государственные фонды. Говоря об инвестициях в инфраструктуры, президент США указал, что партнерство распространяется на экономике, в которой вскоре будут проживать более 2 миллиардов человек. С гордостью сообщаю, что на данный момент Соединенные Штаты мобилизовали более 60 миллиардов долларов инвестиций по всему миру. Это вдвое больше, чем в прошлом году. Теперь нам еще предстоит пройти долгий путь, чтобы закрыть разрыв в инфраструктуре, который сдерживает развитие слишком многих стран. Но вместе, я думаю, мы показали, что демократии могут добиться успеха. Это были все экономические новости. Я прощаюсь с вами. Всего доброго. Лидия, слово тебе. Спасибо, Салатен. Салатен Мирзаева представила экономический блок. Продолжаем выпуск. В Баку состоялась церемония, посвященная торжественному выпуску курсантов военного лицея имени Джамшиды Нахчеванского. Мероприятие прошло в соответствии с традициями учреждения. В начале выпускной церемонии лицея имени Джамшиды Нахчеванского минуты молчания была почтена память общенационального лидера Азербайджана и основателя лицея Гейдара Алиева, а также военнослужащих, отдавших жизни за территориальную целостность страны. В сопровождении военного оркестра был исполнен государственный гимн Азербайджана и по традиции было выдружено в боевое знамя лицея. «Я очень горжусь, что получал образование именно в этом лицее на протяжении двух лет. Я хочу поблагодарить всех учителей и всех командиров, которые мне дали военное воспитание. Я здесь получил очень много друзей. Я очень буду скучать по этому лицею, по этому коллективу». С торжественной речью выступил также и ректор Национального университета обороны Азербайджана полковник Гюндус Абдулов. Он отметил, что за всё время существования лицея около пяти тысяч его выпускников продолжили военное обучение, впоследствии став офицерами, добавив, что многие из них стали участниками Отечественной войны и продолжают стоять на страже своей Родины и сегодня. В последние годы, благодаря заботе и указаниям президента Ильхама Алиева, в военном лицее был проведён капитальный ремонт и работы по реконструкции. Здесь как самые опытные офицеры, командиры азербайджанской армии, так и самые подготовленные преподаватели республики обучали знаниям по различным предметам. В результате труда этих офицеров и преподавателей уровень образования в военном лице имеет очень высокие показатели по всей республике. Курсанты, выпускающиеся в этом году, также проявят в своей будущей деятельности набранные здесь знания и в дальнейшем продолжат службу в азербайджанской армии. Многие из выпускников военного лицея в настоящее время занимают очень ответственные должности в азербайджанской армии. Как в Первой, так и во Второй Карабахской войне выпускники военного лицея показали пример высокого патриотизма. Профессор Национального университета обороны Турции Талат Канпалат подчеркнул роль общенационального лидера Гейдара Алиева и Мустафы Кемали Ататюрка в создании армии двух стран. И отметил, что сегодня военное сотрудничество между Азербайджаном и Турцией продолжает расширяться во всех направлениях. Он также добавил, что часть выпускников военного лицея имени Джамшида Нахчеванского продолжит обучение в Турции. «Одна нация – два государства. Эту идею нам привил общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев. Сегодня, согласно подписанной президентами Ильхамом Алиевым и Раджепом Таипом Эрдуганом Шушинской декларации, сотрудничество Азербайджана и Турции продолжает расширяться. Понятие братства между нашими народами особенно ярко проявилось во время войны и показало, что Карабах – это Азербайджан». Оканчивающий военное лице имени Джамшида Нахчеванского курсанта в основном поступает в военный институт имени Гейдара Алиева. Там они продолжают обучаться военному искусству на протяжении пяти лет, после чего им присваивается воинское звание лейтенант. В конце мероприятия отличившимся курсантам вручили аттестаты и нагрудные знаки. После этого состоялась церемония передачи боевого знамени лицея выпускникам следующего года. Курсанты прошли торжественным маршем под аккомпанемент военного оркестра. Абухая Джафарова, Рамис Миришли, CBC Накануне президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии туристического комплекса грязевых вулканов в Габустане. А уже сегодня туда были проданы первые билеты. Что же из себя представляет новая визитная карточка азербайджанского туризма, расскажет нами Гасанлы. В Азербайджане, в местече Габустан, расположены самые большие грязевые вулканы в мире. Государство озаботилось сохранностью этого национального природного достояния. За три года в безжизненной каменистой полупустыне был построен туристический комплекс мирового значения. 13 июня 2024 года президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в открытии этого комплекса. И отныне это новая туристическая дестинация нашей страны. Из более чем 2000 известных на земле грязевых вулканов свыше 350 расположены на востоке Азербайджана. Они расположены в основном на Абширонском полуострове, группе островов вокруг Баку, Шамахе, Габустане и в юго-восточном Ширване. В туристическом комплексе грязевых вулканов можно сблизи понаблюдать за территорией грязевых вулканов Гэлэнч. Этот комплекс вулканов состоит из восьми расположившихся в ряд сопок. Находящиеся здесь вулканы проявляют свою активность прямо сейчас. Но крупные извержения исключены, что и показывает вся история наблюдений. Азербайджан занимает первое место в мире по количеству и компактности грязевых вулканов. Здесь также расположен самый высокий грязевой вулкан Торагайх. Он попал в Книгу рекордов Гиннеса. Мы и раньше пропагандировали наши грязевые вулканы на разных межнародных туристических выставках, как тур-объекты Азербайджана. После открытия комплекса эта работа примет системный характер. Подход к вулканам осуществляется с помощью специальных дорожек. При строительстве комплекса были учтены указания главы государства по сохранности ландшафта и рельефа местности. При строительстве мы постарались воспроизвести всё в стиле минимализма, искали пути в воссоздание образа вулканов в архитектуре. Здание создано в виде кратер вулкана, дополнено деталями, присущими кратером. Ландшафтное планирование выполнено в естественных цветах полупустыни. Зелёных цветов практически нет. Чтобы защитить рельеф, при строительстве эстакады было решено отказаться от использования строительной техники. Всё выполнялось вручную. Эстакады позволяют при любой погоде близко подходить к вулканам, чтобы наблюдать за их активностью. На территории в 12 гектаров было построено 3000 квадратных метров помещений. Туристко-информационный центр комплекса состоит из выставочного зала и мастерской. В центре можно получить информацию о характеристиках грязевых вулканов, их природных и целебных свойствах, а также ознакомиться с макетом грязевого вулкана. Здесь также представлено около 80 редких минералов, собранных со всего Азербайджана. В мастерской же организованы мастер-классы по гончарному делу и живописи нефтью. Выставочный зал, посвященный истории природы, вызывает большой интерес богатством экспонатов. Все представленные на выставке скелеты животных оригинальны. Эта выставка стала возможна при участии многих отечественных организаций, специалистов Академии наук Азербайджана, различных научно-исследовательских институтов и университетов. Цель выставки – вызвать интерес у туристов к азербайджанской флоре и фауне, их национальным паркам и природному наследию Азербайджана. То есть знания, полученные здесь, могут пригодиться туристам при посещении различных частей страны. Ожидается, что ежегодно комплекс будут посещать до 200 тысяч туристов. Уже с сегодняшнего дня стартовали продажи билетов на его посещение. Цены довольно приемлемы – 5 монатов для местного населения и 15 монатов для иностранцев. Для определенных категорий населения посещение комплекса будет бесплатным. Сюда относятся инвалиды, члены семей героев и ветеранов, а также школьники. Это были все новости на сегодня. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до скорых встреч. Субтитры подогнал «Симон»